Приветствую всех на шоу Джеми Дора, я Крейг Паста Джардула, с нами тут Курт Метцгер и Миша. Раз уж мы заговорили о военной машине, смотрите какие дела. Байден попросил Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда на войну на Украине. Белый дом объединил в одном пакете деньги на Украину, 12 миллиардов на ликвидацию последствий стихийных бедствий внутри нашей страны, и 4 миллиарда на безопасность границ. Итак, все деньги, которые выделяют на это, вернее то, на что они якобы выделяются, не более чем мошенничество. Они текут обратно в карманы элит, мы видели это на примере FTX. Это просто финансовая пирамида. Давайте взглянем, Белый дом в четверг попросил Конгресс одобрить 40 миллиардов, законопроект на 40 миллиардов, который включает почти 24 миллиарда дополнительных расходов на войну на Украине. По данным CNN, 24 миллиарда на войну на Украине включают 13 миллиардов на военную помощь и 7,3 миллиарда на экономическую и гуманитарную помощь. Это этнофургоны, в которые заталкивают мужчин, чтобы отправить на фургон. Вы видели такое? Просто хватают людей с улиц и запихивают туда. Украинцы говорят, что будут сражаться до последнего человека, неважно, кого придется запихнуть в фургон. Линдси Грэм ради вас, дамы и господа, будет сражаться до последнего украинца, а также включая 3,3 миллиарда на инфраструктурные проекты для стран региона, пострадавших от войны. Запрос поступил после того, как опрос CNN показал, что 55% американцев против увеличения расходов на войну на Украине. Почему всего 55%? Потому что это чушь, как с любыми опросами, это контролируемая наука. Они знают, кого спрашивать, чтобы получить нужные ответы для пропаганды, необходимые для выделения все большего финансирования. Законопроект на 40 миллиардов также включает 12 на устранение последствий стихийных бедствий внутри страны и 4 миллиарда на безопасность границ. Сообщалось, что Белый дом попытается добавить помощь Тайваню в пакет расходов, но ее не включили в проект. Что? Сейчас неподходящее время, Курт. Погоди. Время еще не пришло. Вот тут уже я недоволен. Ведь нам надо платить за эти сотни миллиардов на Тайвай, на нашу следующую большую войну. Послушай, все еще впереди, еще не вечер. Средства будут предоставлены в виде экстренного дополнительного пакета, вида расходов, не ограниченного соглашением о предельном уровне долга, достигнутом между Белым домом и республиканцами из палаты представителей. Ведь, как мы говорили, нет никаких двух команд, это двухпартийная иллюзия. Есть только одна партия, когда речь идет о войне. Мы говорили об этом, это обозначили как чрезвычайные расходы, чтобы у них всегда было средство, способ, возможность финансировать лучший бизнес Америки. Войну, детка. Я просто воспринимаю войны как предрешенный исход. Мне нравится сосредотачивать внимание на гендерных вопросах. О чем, как вы знаете, и наш хороший друг Дэйв Смит говорил об этом, они всегда будут прибегать к культурным войнам, когда проигрывают в дискуссиях по экономике и внешней политике. Вот что они делают. Единственная страна, в которой я хоть что-то знаю, это что в Угандине любят геев. И я не обращаю внимания ни на что другое. Путину тоже не нравятся геи. Так вот, почему у нас есть право. О, поверьте, я об этом знаю. С тех пор, как Россия вторглась на Украину, 24 февраля 2022, Конгресс санкционировал расходы в размере 113 миллиардов на военные нужды. Если новый пакет одобрят, общая сумма достигнет примерно 137 миллиардов. Итак, Курт, вопрос. Почти 140 миллиардов. На что еще можно было потратить эти деньги? Что ж, я, наверное, уже поднимал этот вопрос, но помните, они говорили о репарациях потомкам рабов тут в Калифорнии? Да. А если вам не по душе этой идеи, не волнуйтесь, этого не будет. Но на такую сумму денег можно было бы не только выплатить эти репарации, пусть и не по адресу, можно затем выплатить репарации белым, которые недовольны репарациями потомкам рабов. Можно. Есть еще несколько других вещей, которые также можно было сделать. Вот ТикТок, который я нашел. Он тут все подсчитал. Если мы... Я просто включу как есть, но это поражает воображение. Послушайте. Соединенные Штаты выделили Украине 115 миллиардов долларов к настоящему моменту с начала войны. И никого это, похоже, не волнует, потому что мы даем им деньги чуть ли не раз в две недели. Сколько это на самом деле денег? Я подсчитал. Пусть им Украина решит. Знаете что? Спасибо, Америка. Мы хотим отплатить вам. Мы будем выделять вам по 100 тысяч долларов в день, каждый день, пока не вернем долг. Это бы у них заняло 3 150 лет. Им бы пришлось начать платить нам за тысячу лет до нашей эры по 100 тысяч долларов каждый день до настоящего времени. И этого времени все равно не хватило бы. Но что еще мы могли бы сделать с этими деньгами здесь, в Соединенных Штатах? Я прикинул. Построить суперсовременную больницу в США стоит примерно 100 миллионов. Можно было построить тысячу таких больниц по 20 в каждом штате. Можно было обеспечить жильем всех бездомных. Можно было избавить от голода всех американцев. Итак, мой вопрос к вам таков. Почему эта война на Украине так важна для нас, что мы готовы тратить деньги на нее, а не на решение проблем здесь? Напишите, что думаете. А неужели он не знает, как работает ростовщичество? Конечно, они не смогут расплатиться, и поэтому окажутся в долговой кабале на 3 тысячи лет. Да. Как, по-вашему, мы сохраняем контроль над Африкой? Но ведь это просто смешно. Что мы могли бы сделать с этой суммой? Он говорит о больницах, говорит о бездомных, говорит о голоде, о том, чтобы накормить людей. За все те деньги, которые пошли на войну, мы могли бы решить все эти проблемы. А как насчет инфраструктуры? Я знаю, есть законопроект об инфраструктуре, но разве мы не могли бы выстроить настоящую инфраструктуру? Восстановить дороги, пустить поезда? Китай, у них повсюду скоростные поезда, а у нас ничего. Это не приносит прибыли, Крейг. Они могли бы сделать все это. О, ты думаешь, это большой успех? Нет прибыли. Я посмотрел видео о том, что это не так уж хорошо, потому что они не рентабельны. Что? Поезда? Да, поезда. Ага, невыгодно. Чтобы смотреть на это с такой точки зрения, надо быть самым большим мудаком на свете. Да, они говорят, что это невыгодно, но тот факт, что они быстрее перемещают людей, делает страну более эффективной. Да. Кстати, с экономической точки зрения, конечно, это выгодно. Как, по-вашему, то, что люди могут ездить на поездах, отражается на ВВП? Вот в чем дело, ведь... А, ладно. Кто сказал, что это невыгодно? В каком-то тупом видео. Знаете, я ведь пытаюсь всех выслушать. Да, но есть полезные идиоты, которым даже не платят организации типа Газдепа, чтобы они говорили такое. А остальные просто соглашаются с ними из-за предвзятости восприятия. Все хочет говорить одно и то же. Особенно, знаешь, я слежу за темой репараций. Кажется, это был Тим Пул, а может и нет, но кто-то говорил об этом. А я просто смеялся, думая о всех деньгах, что мы отправили на Украину. Представляешь, если бы они потратили эти деньги на возмещение ущерба за преступление, которое мы действительно совершили. Да, да. Да ну какие преступления? Есть и другие формы возмещения ущерба. Я говорил об этом с Ником, который много раз был на нашем шоу. Репарации, которые я поддерживаю, это вопрос труда, а не для американских потомков рабов, которые построили эту страну и им не платили. Можно осыпать деньгами не тех людей и все равно потратить и не так много, как на Украину. Да. И знаешь, ты говорил об этом на днях, я как раз собирался поднять эту тему. Ты говорил о геоинженерии, так? О, да. Это засев облаков, то, что в духе мистера Бёрнса, как ты говорил. Я ведь занялся этим парнем назад. А, это та штука, где блокируют солнце. Ну, можно заслонить солнце для охлаждения планеты, можно засевать облака. Билл Гейтс, великий Билл Гейтс. Да, Билл Гейтс. Да, если уж вдаваться в теории заговора. Да. И многие верят, что именно поэтому многие культуры не растут нормально, потому что они распыляют эти алюминиевые аэрозоли, которые убивают посевы. Но также есть так называемый засев облаков, это делают в Дубае, где насыщают облака определенными веществами, определенными аэрозолями, которые вызывают дождь. И мы тут так делаем? Вот зачем они это делают. Да. И теперь об этом говорят в Совете по международным отношениям. Ричард Брэннон, он был главой ЦРУ, он говорил об этом. Есть исполнительный приказ, в котором говорится, на что мы потратим деньги. И всего за одну пятнадцатую от цены войны на Украине, Курт, мы можем засеять планету облаками, охладить ее и получать дожди где угодно. И мы совсем скоро поговорим об этом, потому что... Я слышал только о Билл Гейтсе, может через какое-то время. Что ты слышал? Да. А, статья о Форбсе, что Билл Гейтс... Только Билл Гейтс? Да, в смысле, очевидно, что речь не только о Билл Гейтсе, он что, самый новатор, придумал кто-то другой, но... Это имитирует вулкан, пепел вулкана. Эти вулканы, обычно они извергаются, это худшие годы за всю историю наблюдений, наступает великий голод, и я такой... Погодите, он владеет кучей ферм, зачем ему рисковать устроить голод? О, нет. Так, я размышлял, читая об этом. Теория в том, что он часть целого плана, верно? Да, он собирается контролировать большую часть сельхозугодий. Ему принадлежит много сельхозземель здесь, он занимается геоинженерией небес, алюминий выпадает, убивает урожай, они скупают землю за гроши. Сегодня мы не сможем рассказать о пожарах на Гавайях, но многие уже говорят, смотрите, на этих фермах пожары всё уничтожили. Блэк-Рок собирается прийти и скупить землю за гроши. Случает безумно, ты просто поверил в теорию заговора, не может быть. Ну, это часть вопроса. О, и ещё, одобрено мясо, выращенное в лаборатории. Да. Как по мне, не вникайте в это, ведь оказывается, что вы едите большие выращенные опухоли. Ну, будешь есть либо это, либо жуков, так? Есть два варианта. Мочишь опухоли или жуков? Жуков. Эксперты говорят, что это неправда. Эксперты говорят. Другая теория. И вы, возможно, знаете этого парня, возможно, слышали о Марке Дайсе. Да. Он был тем, кто говорил о хим-трейлях, ему больше не нравится использовать этот термин. Есть парень по имени Дэн Виннингтон, геоинженер. Окей, постой, постой. Я всегда вспоминаю моего приятеля, плоская земля Дэйв. Я дал ему это прозвище, потому что он просто помешан на этой теме. Да. Но он говорил, что это химикаты, которые делают население глупым. Я такой... Дэйв, им не нужны какие-то химикаты, чтобы сделать тебя глупым. Работает и старый добрый телевизор. Но не то, чтобы я не верил, что правительство станет распылять дерьмо на людей. Ведь мы знаем, что у них есть какой-то сульфид, который они распылили на Сент-Луис. Просто чтобы посмотреть, что будет. Ведь там в основном черный. Это реальная история. Да, да, это реальная история. Я не сомневаюсь, что они на такое способны. Я просто говорю, что это вряд ли химтрейлы. Понимаешь, о чем я? Да. Есть и другая теория. Большая теория о том, что это жемчужина военно-промышленного комплекса. То есть они могут управлять погодой. Они распыляют все эти алюминиевые аэрозоли в воздухе. Это их коронное оружие. Да, именно так, потому что... И клоунский луч из Антарктиды, от которого мы живем в мире клоунов. С этим они еще не разобрались. Я думаю, они проделали отличную работу. Но эта штука... Из-за этого президент Ирана Ахмадинежад однажды обвинил Израиль в использовании этой технологии... Ахмадинежад так сказал. Ахмадинежад. Ахмадинежад обвинил Израиль в использовании технологии при поддержке Запада. Для контроля над облаками. А зачем им это? Им не нужно идти атаковать ракетами, танками и солдатами. Они могут вызывать засухи и морить людей голодом. Эти аэрозоли попадают в облака, и с помощью магнетизма они могут управлять погодой. Это одна из основных теорий, лежащих в основе химических следов, конденсационных следов, геоинженерии и прочего. Конденсационные следы... Это что? Это ведь обычный авиационный термин. Да, все так. Это не... Химические следы? О, не знаю обо всем этом, но хочу сказать, что... Вакцина безопасна и эффективна. Хочу прояснить это, пока ты тут несешь вздор. Да. У Джимми будет сердечный приступ, когда он это услышит. Если у него он еще не случился. Ладно, так. Вернемся к предыдущей теме, и еще больше денег идет на Украину. Почему им плевать на Москве? И я не верю этому Ахмадинежаду, что евреи управляют погодой. Он так сказал. Очень по-антисемитски с его стороны. Но он действительно так сказал. Он действительно обвинял их в этом, что они так вызывали засуху. Это как в Людих Икс. Да. Да, правда? Мне просто... Слушай, из всех безумных и замечательных изобретений, которые появились в последнее время... Знаешь, например, постоянно иметь при себе карманную Северную Корею, чифру Кей и все такое... Я просто надеюсь, что появятся новые замечательные изобретения, подобные этим, наряду со всеми теми, что мне так нравятся. Ну, слушай, как я сказал, Брэннон говорил об этом в Совете по международным отношениям. Есть подписанный исполнительный приказ, так что теперь можно об этом говорить. Подождите, был подписан исполнительный приказ, чтобы... Его подписал Байден, чтобы выделить деньги на... посев облаков. Ну, знаешь что, звучит безумно. Но пять лет назад мы не знали, что у женщин есть члены. Ну, а в этом... Лука движется со скоростью науки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!